Добрый день, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас всех в представительском доме «Комсомольская правда». Ольга Юрьевна, добро пожаловать. Всегда рады. Порядок работы очень простой и понятный. Сначала Ольга Юрьевна расскажет о том, чего нам ждать в ближайшей перспективе, а дальше вопрос и ответы. Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада снова присутствовать в этом замечательном зале. Если позволите, то в первые минуты 12 я расскажу о том, что сделано и, самое главное, какие задачи стоят перед нами в рамках персонального проекта образования. А потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Но осталось совсем мало времени для нашего традиционного общероссийского родительского собрания. Вы знаете, что оно бывает ежегодно в последних числах августа. И мы считаем его для себя очень важным событием в жизни министерства. Почему? Потому что это возможность общения с родительской общественностью практически всей страны. И для нас очень важно, чтобы родители были полноправными участниками всех отношений школы. И важно, чтобы мы чувствовали пульс, нерв и отклики с той стороны, что волнует наших родителей. Еще раз повторяю, потому что на сегодняшний день в тех... Я думаю, что с родителем чуть позже поговорим. Вот микроклимат, климат школы, на мой взгляд, должен очень резко измениться. Потому что школа должна стать дома. Как она была когда-то, была для всех. То есть не местом, где ты получаешь определенные навыки, я терпеть слово не могу, а местом, в которое хочется идти, и ты его признаешь, любишь, понимаешь. И для родителей понятно, что ребенок находится в доме, и ребенок. Почему? Потому что, знаете, что проблем минувшего года, проблем психологических, отношенческих, и примеры там, мы увидим, не один пример, они показали, что что-то не дорабатывается именно в климате, школьном климате. На нашем родительском собрании будем обсуждать те самые федеральные проекты, которые входят в национальный проект. Об этом я скажу чуть позже. И сразу хочу сказать, что в проекте образования мы специально выделили, опять же, продолжая тезисородительском собрании, мы выделили федеральный проект, который так и называется «Современные родители». Здесь мы будем делать и начинаем делать, у нас есть для этого основа, создать центры взаимодействия и взаимопомощи для родителей, и особенно это касается для родителей детишек с ОВЗ, для родителей, чьи дети очень маленькие, потому что особая забота наша, конечно, о детишках, которые не посещают детский сад. Мы много обращаем внимания на коррекцию и раннее развитие, потому что в раннем развитии, фактически период раннего развития закладывается все. И, пользуясь, так сказать, случаем, я хочу сказать вам благодарность Национальной Ассоциации, которая вместе с нами активно работает в этом направлении. Если говорить о том, что произошло, очень коротко, значит, вы об этом тоже все слышали, не раз я про это говорила, дошкольное образование. Был сделан действительно большой привок, Прежде всего, это доступность дошкольного образования. В сегодняшний день мы вышли практически на 100%, об этом я говорю неоднократно. Только в пяти регионах у нас нет достижения стопроцентного. Но вы знаете, что у Министерства есть особое поручение президента, и мы увеличиваем работу, увеличиваем и возможности, и средства на достижение цели, когда речь идет о доступности для детей раннего возраста, от двух месяцев до трех лет. Вы знаете, что сейчас общий показатель по стране этой возрастной категории превышает практически 96%, а два года назад показатель был значительно ниже. У нас есть регионы, где доступность дошкольного образования, через 5 регионов, оставляют желать лучшего, но я думаю, что мы этот вопрос сможем вместе с регионом решить. Я просто хочу сказать, что в ближайшее время, в рамках национального проекта, о нем было чуть позже сказано больше, мы должны построить вместе с регионами 729 детских садов, 729, 82 регионов нашей страны, и вы знаете, что Министерство получает финансирование ежегодно на этот проект в объеме 2400 миллиардов рублей. Это совместно с регионами стройки, и мы рассчитываем, что даже как они активно шли, так же активно будут идти в ближайшие годы. Следующий очень важный момент – это наши школы, потому что наши школы – это основная забота, и, конечно, мы должны сделать две очень важные вещи. Это построить, создать новую инфраструктуру и наполнить ее содержанием. Значит, за минувшие два года мы построили 146 школ, – это примерно 11600 новых школьных мест, и мы считаем, что темпы могут быть такие же, но чуть выше. И наряду с инфраструктурой, которая является, конечно, основой для развития, мы делаем и будем делать большие шаги, большое протяжение в направлении качества развития школьного образования. Вы знаете, что мы много уже сделали для создания единообразовательного пространства, вы знаете, что были сформированы концепции предметные, что многие из них приняты, такие как концепции по истории, историко-культурный стандарт, концепция русского языка и литературы, а те концепции, о которых вы также слышали однократно, общество знаний, географии, физической культуры, искусства, ОБЖ, надеюсь, будут приняты на ближайшие коллеги, ориентировочно она готовится в конце октября. За минувшие годы я надеюсь, очень хочу надеяться, что только первый шаг мы улучшили свои показатели в заключительном, так сказать, нашем этапе террористических конкурсов сочинений. Напомню, что в этом году было семь тематических блоков, и что отрадно в этом году принимали участие в сочинении школьники разных возрастов, и была одна тема, которая, на мой взгляд, стала определяющей. Была тема, напомню вам, «Россия устремленная в будущее». Вот эту тему писало более миллиона человек разного возраста. Вы знаете, что были проведены специальные мероприятия по отбору лучших сочинений, и лучшие ученики, которые писали на эту тему, были нами поощрены, награждены совершенно справедливо и по праву. Вы знаете, что работа велась в нашей стране, и будет вестись всегда, это по выявлению поддержки одаренных детей. Эта работа продолжается, и на сегодняшний день один из таких ключевых моментов в этом направлении является Всероссийская Олимпиада. Напомню вам, что это школьники 4-11 классов, это 24 предмета, и здесь я хочу отдельно, специально, я подчеркиваю, что специально, сделать акцент. У нас есть несколько городов, которые дают большое количество олимпиадов. Самым ярким городом является Москва. Просто цифры, которые впечатляют. На сегодняшний день 5 тысяч участников вышли на заключительный этап, и из них одну треть представляли школьники Москвы. Всего победителей стало 2286, из них 906 школьников Москвы. Здесь я хочу сделать еще один акцент. Вообще образование в Москве, потом будем возвращаться, потому что я знаю, что среди ваших вопросов будет много связано с региональным управлением. Так вот, Москва особый регион нашей страны. И здесь, конечно, я благодарю, лично благодарю, и не устану благодарить мэра Сергея Семеновича, потому что именно за его личное участие в системе образования. Почему я об этом говорю? Потому что тот самый конструктор, который Москва сделала для себя в рамках МЭШа, Московской электронной школы, мы его получили в качестве подарка от Москвы. Это очень большой подарок, дорогой подарок для нас. И на его основе делаем, сейчас заканчиваем контентное наполнение того мощнейшего проекта, заканчиваем его для учителей в первую очередь, создание платформы Российской электронной школы, о которой, если будут вопросы, я более подробно расскажу. Мы традиционно лидируем в международных олимпиадах, вы знаете, что это 8 предметных олимпиад математика, физика, химия, биология, информатика, география, астрономы, естественно, научные знания. Наши школьники в 2018 году по олимпиадам физика, химия, биологии, географии завоевали 23 медали, из них 15 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовых. У нас абсолютно второе место по химии, это очень важно для нас. И было 300 участников на международной олимпиаде, второе место занял Алексей Коноплёв, это ученик школы-интерната Колмогорова, имени Колмогорова Московского государственного университета. И ученик Олен Каспанов, это школа, Московская опять же школа, из 1953-я школа, заявал звание абсолютного лучшего географа мира, потому что его первое место в Незрянном зачете ни у кого не называло никаких сомнений. Ещё раз повторяю, в Москве особый подход, о нём можно говорить отдельно, к образованию. И вот здесь вот выравнивание школ, я делаю акцент, третий акцент, выравнивание школ по качеству московского образования, оно, конечно, даёт свои очень яркие плоды. Несколько слов, если позволить, о том образовании, из того нового, что было сделано за последние два года. Это Кванториумы, сегодня у нас 53 технопарка в 37 регионах. У нас активно занимаются постоянно в них 45 тысяч молодых наших регионов дарований, из них 400 примерно подступаются к Кванториуму, участвуют во всех ярких и публичных мероприятиях. Мы планируем в этом году открыть ещё 32 технопарка в 24 регионах, и надеемся, что их будет уже 85, а количество охвата – это 61 субъект. Вообще, у нас очень амбициозная задача. И к 2024 году мы хотим, чтобы Кванториум был в каждом городе, население которого составляет 60 тысяч человек и более. Хочу также отметить, что успешно оправдали себя центры региональных модельных центров. Напомню, на образовании у нас 9 регионных пилотных, в которых действуют эти центры, которые являются той самой основой, методической основой, юридической основой, одновременно социокультурной основой для города, где этот центр находится. Отмечу также, что 11 субъектов Российской Федерации отобрали новые пилотные проекты для полноверного создания современных новых моделей дополнительного образования в 2018 году. Этот процесс продолжается, это очень отрадно, потому что руководители регионов и жители живущих регионов прекрасно понимают, что сколько ценны для каждого из нас, живущих, то самое юный талант здорования, который составит славу России. И это совсем не громкие слова. Сразу хочу сказать, что мы используем опыт Сириусу, безусловно. И на сегодняшний день у нас примерно есть 35 центров, которые созданы в регионах, где также по смене в течение года обучаются и развиваются наши детишки. И я думаю, что в этом направлении работа будет продолжена, все регионы в этом заинтересованы. Есть определенные подвижки, я боюсь, другое слово, определять, в направлении летнего отдыха. Почему? Значит, на сегодняшний день очевидно совершенно, что инфраструктура устарела и требует обновления. Но что нам удалось сделать? У нас главная задача сейчас, в наших 46 тысячах организаций оздоровления и отдыха наших детей, нам самая важная безопасность наших детей. Что нам удалось сделать? Достаточно жестко. Значит, ни одни коллеги не смогут участвовать в конкурсах по организации детского отдыха, если они не работали в этом направлении менее трех лет. Это очень жесткое требование, поэтому люди, которые абсолютно не связаны с этим направлением дополнительного образования, участвовать в региональных конкурсах, конечно, не могут. Что важно сегодня? В прошлом году в наших лагерях отдохнуло 1,4 млн детей, которые оказались в сложных ситуациях жизненной. Такие ситуации бывают. В этом году это 1,7 млн детишек, то есть на 300 тысяч больше. И это тоже отравлено, что нужно полноценно отдохнуть и, самое главное, подготовиться к новому учебному году. Еще, если позволите, несколько слов о защите детей, прав защиты детей. На сегодняшний день данные, о которых я еще ни разу и не говорила, в банке данных у нас находится 48 тысяч детей-сирот. В настоящее время у нас сократилось количество выявлений детей по сравнению с прошлым показателем почти на 13,5%. Конечно, для нас это главная задача, это помочь детям, которые остались бы в причине родителей. Я знаю, что у вас и будут вопросы о том, что планируется в этом направлении, я с удовольствием на них отвечу. Что на сегодняшний день? Мы в отчетный период прошедшего года передали в семью на 16,7 и на 16,20% больше, чем было выявлено в этих случаях, о которых я говорила выше. Конечно, это должно стать неустанной заботой и федералов, и регионалов, именно дети, которые остались без попечения родителей. Я хочу сказать, что, и сказать большое спасибо выгодам регионов, что в 17-м году вообще, и вы в этом тоже с этим не сталкивались, делали очень много работы в каком направлении, чтобы помогать кровной семье создавать как можно больше и лучше условий для воспитания евреи. И не рассматривать по возможности, как можно дольше не рассматривать, стараться избегать, чтобы этого не было никогда, вопроса лишения родительских прав. Потому что нужно делать все возможное, чтобы дети оставались жить и взрослеть в своей кровной семье. И очень коротко, для нас важное направление, я бы сказала, важнейшее после школы, неотъемлемо, это среднепрофессиональное образование. Я глубоко уверена, что в ближайшие 10 лет это будет база для подготовки высококонфицированных рабочих. Вы знаете, что в 17-м году мы запустили большой проект рабочие кадры для передовых технологий. И говоря о наших колледжах, я могу что сказать, что в 18-м году у нас примерно в полутора тысячи колледжах пройдут демитрационные экзамены. Да, это сложная, сама по себе процедура, она требует определенных, так сказать, усилий как подготовительных, так и самих участников экзамена, самих экспертов, которые оценивают мастерство закончившего колледжа. Но тем не менее, это показывает действительно его реальную возможность представить себя как специалистов той или иной профессии. Вы знаете, что мы настаиваем и работаем совместно с лоскиллсом для того, чтобы получать независимую экспертную оценку и от них при демоэкзамене. И на сегодняшний день у нас примерно 82 профессии, 82 специальности профессии, по которым эти демоэкзамены могут уже проходить. Из всего количества колледжей полторы тысячи перешли на путь демоэкзамена. Это, в общем-то, отравно. Это примерно 36,4%. Еще из нового и очень правильного, как я считаю, профориентации, это наши уроки, открытые уроки проектории, которые мы начали в 2018 году. Начало положило 1 сентября участие президента в этом открытом уроке проектории. Мы планируем проведение не менее 14 онлайн-уроков в год. И самое важное, что здесь интерактивная форма, причем от дискуссий и игровых практик мы переходим непосредственно к практической работе с привлечением ведущих экспертов и бизнес-лидеров по всем приоритетным направлениям развития экономики Российской Федерации. Вы знаете, что охват очень велик, что одновременно будут включены более полутора миллиона человек, а просмотр каждого урока достигает 10 миллионов, и мы считаем, что это очень правильная форма профориентации. Также вы знаете, что с 1 сентября 6-11 класс нашей страны сейчас входит 100 тысяч таких ребят вступают в новый проект «Билет в будущее». Об этом, наверное, будут отдельно говорить и я, и мои коллеги, кто профессионально занимается направлением профориентации наших детей. И в завершении я хочу сказать, что мы совершенно логично подошли, имея тот небольшой, а может быть и большой опыт, мы подошли к задачам, которые требуют решить от нас решение в рамках национального проекта образования. Здесь я хочу, уже переходя к проекту образования, хочу сказать следующее. Очень важно. Вы знаете, что это указы, майские указы 2018 года, что это огромный масштабный проект, в котором определены две очень глобальные цели. Первая цель – это глобальная конкуренция в образовании, и здесь же первая цель четко определяется, что мы входим в десятку лучших систем общего образования мира, и для вас я хочу, если позволите, сделать очень короткую справку. Это первая цель. Что же мы собираемся делать в этом направлении, с учетом того, что это школьное образование, то есть ввести десятку лучших школьных практик, школьного образования мирового. Сразу хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть несколько международных исследований, в которых мы принимаем участие. это ПИЗа, это ТИМС, это ПИЛС, с которыми мы показываем хорошие результаты. Значит, ПИЗа – это международное исследование, которое посвящено нашим 15-летним школьникам, и здесь при исследовании, сейчас наша страна с весны, в исследовании 17-го года, ПИЗы, и здесь мы должны познать результаты функционального чтения наших детей, также наши знания математики 15-летней наших детей и подростков, и знания в области естественно-научных дисциплин. Так вот, говоря о ПИЗе, говоря о ПИЗе, первое, что исследуется, это просто справка для вас, чтобы понять, о чем я отвечу, это функциональное чтение. Вы знаете, что проблема функционального чтения очевидна для всего мира, сейчас, это общемировая проблема, и мне очень отравно, что когда мы встречались с Антисом Шляхером, то первое, что он сказал, что Россия в 86-м году была, безусловно, лидером по функциональному чтению в 86-м году. Прошло 30 лет, сейчас мы входим по оценке, ПИЗовской оценке, по одним подсчетам 36-м, по другим 34-е, но при оценке функционального чтения и навыков знаний, прежде всего, функционального чтения, знания математики, естественно, научных предметов цикла, с чем столкнулись эксперты, которые работали со школьниками, с нашими. Оказалось, что наши дети не очень хотят работать в команде 15-летней, и еще один, очень маленький, такой штрих, о котором я тоже говорила, который тоже наводит на размышления. Еще раз повторяю, в 86-м году мы были первыми, о том, что не очень хотят радоваться успехам, допустим, друга по команде или, так сказать, своего соученика, что тоже наводит на определенные размышления. Но здесь у нас есть вторая цель национального проекта образования, и я ее с большим удовольствием повторю, это касается воспитания, гармоничной развитой личности на основе наших культурных традиций, и это очень важная цель, вот эти две цели, глобальная конкуренция и вхождение в десятку и воспитание человека, из них, из их, из постановки этих целей вытекают задачи, 10 задач, на базе которых и строятся 9 федеральных проектов, которые я сейчас скажу чуть позже. Все-таки вернемся к ПИЗе. Значит, ПИЗа это раз в 3 года, это 15-летняя школьник, еще раз повторяю, это одно из наиболее важное для нас исследование, потому что те дети, которые будут через 3 года в этом эксперименте, сейчас они пойдут только в 7 класс. И вот здесь очень важно для нас еще раз вернуться к истокам, я третий раз повторю с упорством, так сказать, достойное подражение о том, что в 86 году мы были первыми по функциональному учительному, то есть у нас есть все основания вернуться к этому успеху и начать возрождать потерянные за 30 лет действительно глобальные навыки по функциональному учтению. Значит, какие исследования у нас хорошие показывают, еще раз повторяю, визы у нас 36-34 место по разным исследованиям через участников страны ОСР, которые входят в эти исследования. У нас есть показания ТИМСа, это 4-8 класс международное исследование качества подготовки по математике, естественно, общеобразовательная подготовка, естественно, научные предметы. И весной 2018 года ТИМС также апробировался на территории нашей страны, результаты пока, так сказать, нам неизвестны, но что известно на сегодняшний день. Это мы первыми, я всегда об этом говорю, буду говорить, по исследованию ПИРСа. Это международное исследование по мониторингу читательской грамотности для наших детей, кто заканчивает 4-й класс. В ходе исследования ПИРСа дети, 4-заклассники должны найти информацию, сформулировать выводы, уметь дропетировать и обобщать информацию и если исходить одно дело информационное, часть, другую часть ПИРС как читатель, уметь анализировать содержание, языковые особенности, структуру текста. Исследование проводится, в отличие от ПИЗа, один раз в 5 лет, и я с большим удовлетворением еще раз говорю, что мы завершили этот цикл в 2018 году, мы на первом месте, следом у нас 581 балл, следом за нами идет Сингапур 576, Гонконг 569, Ирландия 567, и Финляндия 566. Почему это говорю? Потому что как правило и Сингапур, и Конфонг в Финляндии всегда ставятся в пример российской системе образования. Теперь самое важное. Значит, в четвертом классе мы читаем прекрасно, в девятом классе мы читаем уже никак. Значит, у нас эта проблема не сегодняшнего дня, эта проблема была и в советской школе, чтобы было понятно, вот переход от начальной школы к средней школе, он требует дополнительно, и дальше я подхожу к чему? К тому, о чем я тоже говорю постоянно. Нельзя ничего делать без опоры на науку. Без опоры на науку. Поэтому в рамках проекта образования у нас заложены большие возможности для научных исследований. Именно в области детской физиологии, нейрофизиологии, психологии, для того, чтобы понять эти стадии, которые проводились всегда в нашей стране и проводятся по такому масштабе, как хотелось бы, для того, чтобы понять, куда и как нам двигаться дальше. Еще раз повторяю, у нас есть к этому все основания, чтобы снова, как в 1986 году, занимать ключевые позиции по, еще раз повторяю, национальному чтению, потому что национальное чтение фактически основа на всего. Что я еще хотела сказать из проекта? Итак, национального проекта. Две цели. Глобальная конкуренция, вхождение в десятку и воспитание человека. Какие федеральные проекты вытекают? Как строится национальный проект? Он строится из федеральных проектов. Этот проект, который осуществляется только совместно с регионами. Вообще, до 80% бюджета будет уходить как раз на региональный проект. Это все в единой структуре национального проекта. И я назову, если позволите, самые основные из федеральных проектов. современная школа. Здесь не только строительство. Мы сейчас нуждаемся на стоп-потребность в ближайшие несколько лет 188 тысяч, а также 73 тысячи мест, это я говорю о местах, там, где осталась третья смена. Это Бурятия, Дагестан, Глуши, Течня. Это отдельно выделенное направление. И самое главное создание инфраструктуры и создание современной школы. Современная школа, которая действительно может называться современной и давать те знания, которые требует 21 век. Это второй проект федеральной молодой профессионалов. Здесь подготовка молодых рабочих кадров и развитие профессионального среднего образования. И здесь мы планируем создать 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 лабораторий мастерских по отдельным компетенциям, которые себя уже оправдали на сегодняшний день. у нас свыше 22 лабораторий, которые действительно показали, что с очень хорошим оснащением базы, что участие в них могут пропустить через себя до 2000 студентов, и что участие в них дает хороший результат. И мы думаем, что сможем охватить свыше полутора миллионов обучающихся наших колледжей в рамках проекта «Младые профессионалы». третий проект «Учитель будущего». Вы знаете, что в задачах указа есть совершенно конкретная задача о перевозготовке не менее 50% учительского корпуса. Понятно, что мы планируем создать центр империумного развития профессионального, операционные центры для наших учителей. Они будут доступны для педагогов и руководителей школ. И самое важное, о чем мы понимаем прекрасно, что говоря о цифровой экономике и цифровой образовательной среде в рамках следующего проекта «Цифровая школа», мы, конечно, думаем о том, чтобы повысить квалификацию наших педагогов именно как хороших пользователей. Это, безусловно, без этого нельзя, потому что дети опережают педагогов, и мы должны с этим согласиться на сегодняшний день. В рамках цифровой школы мы хотим создать оснащение школы необходимой инфраструктуры, что позволит эффективно использовать ресурсы каждой отдельной школы и также позволит использовать масштабно эффективно ресурсы нашего важнейшего проекта в этом управлении Российской электронной школы. Вы знаете, что на платформе Российской электронной школы я еще раз делаю упор на то, что эта платформа рассчитана в первую очередь на преподавателей. Собрано значительный объем онлайн-материалов для учителей. Они могут сделать свой урок, они могут определенные экспертные оценки выкладывать свои замечательные уроки. Плюс это платформа, которая наполнена очень важной для меня содержанием. Это и прекрасная библиотека, это прекрасные архивные источники, это виртуальный музей, потому что очень хочется, чтобы ребенок, который не может посмотреть Эрмитаж, смог его в 3Т посмотреть, просто не выходя из класса. Это концерты, театральные спектакли, это все прекрасно сделано в хорошем качестве, это все, что мы должны представить, как контентное наполнение окончательно в конце этого года. Еще раз повторяю, что это основа для разговора о цифровой школе. Также мы говорили, будем говорить о том, что это прежде всего бухгалтерия, дело производства, которое связано с цифрой. И здесь я хочу сделать акцент, пользуясь тем, что здесь сидит большое количество уважаемых журналистов. Я никогда не говорила, никогда не скажу о том, что мы пытаемся заменить клавиатуру. Письмо клавиатуру, это дичь, этого быть не может никогда. Кто-то написал когда-то, общественное средство подхватило и начало живо обсуждать. Сразу хочу сказать, что Финляндия, которая пошла по этому пути, в прошлом году вновь вернулась уже законодательно к мелкой моторике. Прекрасно понимаю, что без мелкой моторики развитие малыша вряд ли возможно. Поэтому вот эти мифы творить не надо, чтобы было понятно. И цифровая школа, цифровая школа, это школа, которая способствует прежде всего качественной работе педагогического состава. Вообще мы считаем, что очень важно сейчас говорить немножко о другом. Когда мы говорим о талантливых детях, мы наверное совершенно напрасно забываем талантных педагогов, которые подготовили этих детей. И поэтому в этом году, когда мы будем присылать на проекторию, это очень важный момент, чтобы вы услышали и поняли из моих уст, а не услышав где-то. Мы будем приглашать талантливых педагогов на проекторию на Ярославль, которые подготовили талантливые команды детей. Потому что первичный педагог, который действительно вкладывает всего себя, отдается на себя для подготовки и выявления и сопровождения тех талантов, которые так необходимы и остроены в разном направлении. Следующий очень важный федеральный проект «Успех каждого ребенка» это увеличение прежде всего числа охвата, пускай не очень так сказать благозвучно звучит, словосочетание наших детишек с ОВЗ и граничной возможности здоровья инвалидов, которые влечены во внеурочную деятельность, то есть дополнительное образование, которое должно быть доступно для них в первую очередь. И мы считаем, это успешно показала наша практика, что через доп. образование происходит, более успешно проходит адаптация, и здесь мы, конечно, будем обеспечивать хорошую инклюзивную программу для наших детей. Шестой проект это поддержка семейных детей, это, как я уже говорила, проект, посвященный поддержке родителей национально-ролевскому сообществу, включая малышей раннего возраста и наших детишек с особенностями здоровья. Очень важный проект федеральной «Новые возможности для каждого». Мы впервые затрагиваем вопросы непрерывного образования для взрослых, работающих так называемых экономически активно населения в возрасте от 25 лет и старше. Вы знаете, что это связано в первую очередь с тем, что в ближайшие 10 лет будут появляться новые специальности и здесь непрерывное образование, возможность получить, возможность сертифицировать свое и свои знания, как раз и направлены на поддержку непрерывного образования взрослых. Еще один очень важный федеральный проект «Социальная активность». Вы знаете, что наша страна традиционно, это страна, где есть волонтерство добровольчества, так сказать, история насчитывает не одно столетие и в этом году мы активно обсуждали и действовали в рамках возрождения наставничества, совершенно справедливое и совершенно важное для нас направление и мы вот эту социальную активность сделали как отдельный федеральный проект, который позволит 2024 году в каждом субъекте Российской Федерации поддержать все граждан, которые активно и систематически влечены в волонтерство и добровольческое движение. И, наконец, заключительный федеральный проект, тоже новый абсолютно для нас, это «Социальные лифты для каждого». Значит, в основу этого проекта «Социальные лифты для каждого» ляжет поддержка и развитие недавно созданной платформы «Россия – страна возможностей», вместе с которой мы будем проводить профессиональные конкурсы для граждан нашей страны, но уже по этой конкурсу «Лидеры России мы первый бизнес, я профессионал» и ряд других. Что предполагает решение этого проекта? Построить вообще сам процесс «Национальный проект образования» представляет собой такую коробочную форму, при которой концентрируются сразу все ресурсы для возможности быстрого и эффективного решения поставленных задач. И мы планируем, что большая часть средств пойдет в виде межбюджетных транспортов, это до 80% от общего объема средств, в абсолютных цифрах это будет 390 миллиардов, которые идут туда. И благодаря этому мы планируем привлечь в рамках решения проекта 43 миллиарда рублей из софинансирования регионального для нас проекта и еще 15 миллиардов из внутренних бюджетных средств. Вот очень коротко о том проекте национальном образовании, которое мы сейчас готовимся к началу его реализации. коллеги, переходим к вопросам. Пожалуйста, кто что хочет спросить у министра. Да, пожалуйста, девушка. Мицези Халимова. Как Вы считаете, нужен ли в России констандарт для школьной формы, а также ценовой порог, чтобы все родители смогли себе позволить собрать ребенка в школу? Нужен ли стандарт для формы ценовой порог? Я могу сказать следующее. Я считаю, что школьная форма, во-первых, она у нас есть. Единая форма, я не думаю, что она возможна, необходима сейчас. У нас каждая школа имеет свою форму. Вы знаете, у нас практически не осталось школ, которой этой формы не имеют. Как правило, это традиционная юбка, пиджак, юбка, жилет, светлая кофта, зубная кофта для девочек и тот же самый набор нужен, использованный брюк для малышей. Цветовая гамма для мальчиков, прошу прощения, цветовая гамма достаточно умеренная, красивая, ровная. Что касается новой политики, то я абсолютно с вами согласна, школьная форма не должна быть очень высокой по цене. Не должна быть. Это не должно быть. Спасибо. Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Добрый день, интерфакс, Алексей Курилов. Звучали предложения перейти, отказаться от патибальной системы оценки. Как вы считаете, нужно ли это? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я считаю, что переход... Вы знаете, что патибальная система существует у нас 75 лет. идея перехода на время от времени обсуждается. Сейчас она начала обсуждаться более активно. Дело в том, что она традиционна для нашей страны. Люди, которые участвуют не только для нашей страны, но и для ряда европейских стран, люди, которые участвуют в этом обсуждении, говорят два теста. Первое, что мы никогда не используем 0% и второе, что давайте мы приблизим к тем самым процентам, которые есть по ЕГЭ. Я думаю, что далее дискуссии речи не пойдет, потому что никаких серьезных предложений ни от кого не поступало. И все, что мы имеем на сегодняшний день в рамках процентов, в рамках показателя ЕГЭ, оно очень легко переводится в ту самую принципиальную действительную систему, которая для нас с вами очевидна. могу сказать, что в 19 веке, начиная с 30 годов в 19 веке, было очень подробно расписано, включая ноль, что за что и как ставить. И вот хочу здесь вам подчеркнуть только одну историю. Эти оценки ставили за домашнее задание, за домашнее задание, и никак не за ту активность, которую ученик 19 века проявлял на уроках. Поэтому я думаю, что здесь вряд ли возможен и необходимый переход на уроке. Спасибо. Дальше. Пожалуйста, девушка красная. Марина Меркулова, телеканал Московские образователи. Московские школьники неоднократно становились победителями международных олимпиад. Какие механизмы столичного образования приводят к таким высоким результатам? на ваш след? Спасибо. Я уже говорила, когда говорила в своем коротком выступлении о том, что одна треть прошедших финал и одна треть победителей это школьники Москвы. Значит, здесь безусловный подход московский к равному доступному и очень качественному образованию для всех своих школ. Это акцент очень важный. Это, конечно, личное участие. мэра города, потому что для него не безразлично. Вы знаете, что ПИЗа проводит отдельные исследования именно в городе Москвы. И вот эти три, и потом Москва это все-таки центр и столица Российской Федерации. И вот эти три компонента, которые есть, они как раз дают тот самый результат, о котором мы спросили. Плюс Москва и Самара это другую форму управления образованием. Если мы говорим о форме управления образованием внутри реки. Спасибо. Да, пожалуйста, Ксения. Недавно встречались с директором департамента по образованию и навыкам организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Какова их оценка нашей системы и все-таки каковы наши шансы в следующих исследованиях? Я уже говорила об этом, когда делала короткое сообщение. Действительно мы встречались на минувшей неделе с Андресом Шлекером, который является директором по образованию и навыкам АЭСР. И я еще раз повторюсь с большим удовольствием, наслаждением. Первое предложение, которое он сказал, что Россия занимала первое место в 86-м году, это первое, что у России есть все шансы войти в десятку. В этой связи я сказала, что нас интересует проведение исследований бизнес на территории всей страны и что мы могли бы запустить общероссийский проект. Естественно, запуск такого проекта требует определенных навыков страны и подготовки страны учителей, для того, чтобы учителя были готовы, дети были готовы, но мы оба согласились с тем, что проблема потери функционального учтения является проблемой действительно общемировой, и что для того, чтобы решить положительно, отвечая на ваш вопрос, возможно ли это возможно, мы должны вновь научить страну читать, в первую очередь наших школьников, потому что здесь самое главное, что идет, это выбор, то есть это огромное количество информации, с которой нужно выбрать главное, и плюс умение работать в команде, и очень важный момент, который связан прямой с воспитанием, все-таки радоваться за успехи твоего коллега, друга по команде. Следующий вопрос, мне кажется, вы раньше всех подняли руку. Косинчук Владимир, телеканал просвещения, Ольга Юрьевна, я знаю, что вы много внимания уделяете инклюзивному образованию, и все-таки на местах не всегда оно срабатывает. Необходимо ли вводить коррекционный класс, как это было раньше? Вы знаете, моя позиция, я ее несколько раз озвучиваю, спасибо вам за вопрос, что там, где они были, коррекционный школы, коррекционный класс, они должны остаться, потому что у них есть очень хорошая история, причем она вековая, и мне, допустим, было, вот я вам честно, мама, с Копчачевскими, было очень горько, когда я посмотрела, сколь низок в этом году процент поступления на антифетологию. здесь, в этом направлении очень много работать, потому что это была прекрасная школа депутатологии, прекрасная школа, она была призна абсолютно мире, и вы со мной согласитесь, кто немного в этом вопросе работает и пишет об этом. Ее нужно восстанавливать, ее нужно поддерживать, у нас есть на это сейчас, у нас проекции средства, мы будем это делать, потому что это действительно очень важная задача, вы знаете, что, и вы наверняка встречались с медиками, что, допустим, рост аутизма, процентных соотношений, он очевиден, и здесь те проблемы, которые, конечно, требуют профессионального решения и разрешения, поэтому, еще раз отвечаю, спасибо вам за вопрос, я считаю, что там, где они есть, закрывать их ни в коем случае не надо, и мы не делаем этого, и школы не закрываются, там, где есть прекрасный пример инклюзии, ее нужно действительно улучшать, внедрять, показывать эти примеры для других, не бояться этого, потому что я всегда говорю, что вот если в обществе изменится отношение к детям, к людям инвалидам, то общество изменится само, вот, поэтому здесь безусловно нужно преодолеть и какие-то такие нравственные усилия для того, чтобы произошли. Еще? Ксения Павлович, еще раз такое заточнить. Ровно год назад здесь же в Комсомолке вы анонсировали, что школы будут переходить на новую модель управления и будут подчиняться региональным органам. Скажите, в масштабах страны этот процесс уже запущен, или только эксперименты? Спасибо. Значит, у нас в масштабах страны 20 регионов и еще 8 сейчас, еще 8, когда мы действительно поймем, у нас 3 модели примерно сейчас, то есть не 3, это не примерно, точно 3 модели, которые выработаны. У нас по этой модели управляются Москва и Самара, где оно очевидно совершенно, и я могу сказать общий майорский пример. У нас учителя года, вы знаете, что в этом году мы в новом формате проводим этот конкурс учитель года, у нас 3 победителя московские, один абсолютно победитель самарский, то есть результаты там совершенно очевидны, но я напомню вам, что согласно законодательству у нас школа подчиняется муниципальным органам. Поэтому идея по обеспечению регионам, она нацелена прежде всего на укропнение единообразовательного пространства. Сейчас очень хорошие результаты в Вятке, очень хорошие в Вятке, в Вятке. Вот, мы в мае проводили, в конце апреля, прошу прощения, проводили сессию, приглашали в Украинскую региону только для образования этих регионов 20, которые были в эксперименте, анализировали вместе с коллегами и с экспертами проделанный опыт в течение года, и регионы продолжают работать в этом направлении, еще 8 изъявили желание продолжать. Когда мы поймем, что это возможно, тогда будут разговоры идти уже о следующем этапе. Но есть модели, которые не предполагают, вот одна из трех моделей не предполагает отъема имущества. Она предполагает управленческую вертикаль, по которой, кстати, несколько регионов и пошли. Рыбака. Полина Завельцева, Рыбака. Я хотела бы задать два вопроса, искренне надеюсь, что я их не прослушала. Первый про реформирование органов опеки, о котором заявила Анна Кузнецова. Поддерживаете ли вы, собственно, ее решение, и что вы вообще думаете по этому поводу? Начала отвечать по-другому, что отвечала на каждую вопрос. Второй, собственно, про... Давайте я сейчас сначала про обивку, потом... Спасибо. Это очень важный вопрос, и он очень важный для всех для нас. Значит, у нас ежегодно, ежегодно примерно 50 тысяч решаются от ответственности. И здесь первое, что необходимо, порядок изменения лишения, порядка лишения родительских прав, когда ограничиваются родители в правах, отобрание детей, это только возможно, когда угроза жизни и здоровья. Конечно, в чем назрела необходимость новых подходов, Полина отвечает на ваш вопрос. Это подбор так называемых новых семей. Значит, все случаи трагически новой семьи, новой семьи, которые... Семья для ребенка. Вот те случаи, которые были в этом году, про все случаи вам известно, они все были нами проанализированы, более того, мои коллеги буквально в тот же день оказывались в тех самых местах, где это происходило, к чему привели. Вывод был не очень решительный. То есть подбор будущих приемных родителей шел очень неврешно. Очень неврешно. Допустим, в той же Смоленской области ему было отказано ранее так называемым папе в этой опеке, да, и вообще возможности взять ребенка. Потом все-таки ребенок попал вместе с братом и сестрой, попал в эту семью. И дальше следы насилия и убийства. Я не буду сейчас, у нас не эта цель, мы про опеку поговорим отдельно. Значит, первое, мы ужесточим, отвечая на ваш вопрос, подбор так называемых родителей. Ужесточим, здорово ужесточим, очень ужесточим. Мы выносим предложение, это законодательное предложение, о сокращении возможности детей усыновить. Сейчас у нас там до семьи. Это не детский сад, это не детский дом семейный, это другая форма, да. Это семейный детский дом, это замечательная история, только не про это, это все. Это второе предложение, которое нами сейчас будет внесено, и оно оговаривается. Значит, подбор родителей, то есть ответственность, ответственность этих самых людей, которые должны стать приемными родителями. Ужесточатся требования к кандидатам на высокое звание родителей и ужесточатся требования к психологическому обследованию этих людей, которые хотят стать приемными родителями. но также мы считаем, что без развития, опять же, через эти центры, о которых я уже говорила, которые мы хотим создать в стране, да, значит, без развития помощи на замещающем семье, психологической, педагогической, юридической, медицинской, материальной, тоже нельзя. То есть, по этим направлению мы должны помочь этим семьям, которые взяли на себя такое мудрое решение, сложное решение установить ребенка. И, конечно, конечно, я глубоко убеждена, что если навалиться на эту проблему всем, то мы сможем сократить, реально сократить, прежде всего, число детей, которые воспитываются вне семьи, потому что это дети, которые жили в семье. Это социальное сиротство, это другая проблема. Это проблема общества, общественная проблема общества. Поэтому здесь разговор идет про наше с вами общее участие здесь. Понимаете, здесь не один на один побега с ребенком и с родителями. Это проблема общества, потому что, еще раз повторяю, это дети, которые жили в семье. Десять тысяч. Вот еще по родителям. А что вы думаете о том, чтобы разрешить усыновлять детей родителям с ВИЧ? Это же, в общем, сейчас довольно достаточно контролируемое заболевание и вроде как Министерство поступает за то, чтобы разрешить. Я вам скажу честно, что я далека от идей, от этого. Если про меня вы спрашиваете, я очень далека от этой идеи. И второй вопрос. Это уже в третий был вопрос. Нет, это было уточнение. Нет, это уточнение про ВИЧ, мы не говорили. Сказали первый вопрос. Ну ладно. Третий какой вопрос? Третий вопрос про ВГОСы. Ну давайте спросим. Да, собственно, в каком сейчас состоянии находится их разработка. Я поняла, мы сейчас заканчиваем свои процедуры по разделению и переходим. Я очень надеюсь, что к концу года вопрос дойдет до логического решения. Коллеги, давайте три последних вопроса. Время не так много. Вот девушка в белом. Да, пожалуйста. Уважаемая Ольга Юрьевна, меня зовут Елена Журавлева, я амбассадор проекта «Семья 3.0», который посвящен трансформации семейной ценностей в целую эпоху. Я бы хотела выразить вам большую благодарность за системную работу с Национальной родительской ассоциацией, которую вы проводите, проводя всевозможные конкурсы, газеты, порталы и так далее. Я еще по самосительству могу нагадить на маму, поэтому мне это очень близко. Спасибо вам большое. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот в рамках Национального проекта образования есть федеральный проект «Современный родитель». И вот расскажите о нем немного и будет ли он, как сказать, направлен на работу с родителями только дошкольников, либо это будет более широкая категория? Спасибо. Спасибо. Я говорила, правда, несколько ступеней. Я еще раз повторяю, что вопрос еще хороший, такой интересный вопрос. Нет, конечно, он будет направлен на работу с родителями. Я бы так сказала, выстраиваем отношения правильных школ с родителями всех возрастов. Просто на ранний возраст мы делаем упор, потому что психологическая помощь здесь необходима, особенно для детей, которые никогда не будут посещать дошкольную организацию. Вы знаете, что у нас сейчас много иных форумов, вариативных форм и по уходу за ребенком, и группы присмотра и так далее, и так далее, и так далее. И эти форумы, иные форумы, вариативные, мы также будем размещать уже в рамках проекта не нашего, а проекта «Демография». Потому что там тоже есть большой-большой раздел. Мы планируем, что создание действительно и работы этих центров, она обогатит обе стороны, значимо, качественно обогатит, это что мы сможем какие-то вещи, в общем-то, которые действительно стоят перед нами, я еще раз вернусь тому, с чего начала. Нужно менять микроклимат. Какая бы там цифровая эпоха не происходила, какие бы у нас, я все время как историк вам говорю, что люди не меняются, меняются декорации. А человек остается тем, кем он был всегда. Поэтому он плачет, страдает, переживает, а так это было 3000 лет, а так будет спустя 3000 лет на год. Поэтому нам очень важно, чтобы микроклимат не случайно сказал, у нас есть школа, дома, в которые хочется возвращаться, возвращаться, возвращаться. Потому что большую часть своей жизни, начиная с 7 до 18 лет, сейчас он проводит в школьных стенах. И родители должны быть участниками этого процесса. Должны быть. Они должны улезать глубоко, по локоть, как я говорю, нет, но они должны быть равными участниками процесса. Спасибо. Рубрика вопрос из благосферы. Кто у нас блогеры? Ну, кто? Кто раньше? Не знаю, кто. Вы блогер? Нет, нам нужен блогер, извините. Давайте я скажу. Давайте. Давайте девушке дадим слово. Спасибо. Мария Иванова-Смоленская. Соответственно, я как блогер здесь представляю родителей, заинтересованных в образовании детей и детей. И два вопроса от той и другой категории, от родителей. где и как мы можем поучаствовать в том наборе знаний, которые входят в обязательную систему образования. То есть, хотелось бы, чтобы что услышали, что как заменить узкоспециализированные знания, ну, такие, как, например, фонетика в начальной школе, да, на такую практику, как, например, основу владения телом, эмоциональный интеллект, основу коммуникации, которые точно всем повысит уровень культуры. Значит, с фонетикой это вы опять же пытаетесь сейчас рассказывать о системе, великолепной системе Коня Давыдова, которая была направлена, к слову сказать, на устойчивое функциональное очистение. Что касается национального интеллекта, это не ноу-хау, это 62-63 год Ленинградская школа психологическая, чтобы было понятно. Значит, если вы хотите с нами участвовать во всех этих начинаниях, которые имеют большую историю, мы только за. Но теперь услышите меня. Только за. Значит, еще раз, эмоциональный интеллект это 62-63 год. Это не сегодня. Это не сегодня. В школе. Это не сегодня. Я про школу говорю. Просто не надо выдавать ноу-хау за то, что имеет большой глобальный устрою. Это первое. Извините, мой эмоциональный настрой, просто я уже устала от эмоционального интеллекта, так сказать, и устала отбиваться от тех нововведений, которые есть. Значит, вот я еще раз говорю, услышите меня, пожалуйста, один раз, последний. Нельзя без науки двигаться никуда, понимаете? Вот никуда нельзя двигаться, особенно в разговоре, в работе с детьми. Это не та история, куда вообще можно двигаться без науки. И наука имеет на сегодняшний день очень большие результаты, которые должны использоваться в образовании. А разговоры про то, что компетенции такие, сякие, которые нужны рынку, это не про меня, если будет понятно. Мне нужно, вы только что сами сказали, что родителям нужна не узкая направленность, это ваша фраза, а большой охват, то, который давала советская школа, и о которой говорил Шляхер, когда мне сказал фразу, что в 86-м году вы были первыми. Вот сейчас попытка объяснить, что все мы, вся, и родители в том числе, что узкая направленность, узкая направленность может быть только, когда есть фундаментальные базовые знания. Вот базовые знания, потом идут фундаментальные знания, а потом идет узкая направленность. Но без базовых знаний вы никуда двигаться не можете. Понимаете? Вопрос о том, почему я должен знать физику, ответ. Журналисты знают, что в аудитории, где сидят очень одаренные, продвинутые технари, я обычно спрашиваю. Я выхожу из ванной, я не буду повторять, вы знаете этот вопрос, у меня мокрые руки. Вот какую руку я должна выключить, выключать, чтобы я не двигала током? Отвечается блогер. Я бы первой попавшейся выключила правую скорость. Теперь вы же учились в школе когда-то, нет? Да. Ну так кто тут может мне сказать? Из тех, кто не знает ответ, молчат, а остальные, которые учились в российской школе, а может быть в советской, мне отвечают на прям поставленный вопрос. Сухой, молодцы. Обе у меня мокрые. Какой лучше там, чтобы остаться в живых? Почему? Физик. Начало физики. Сниму класса. Ну левый, левый нельзя, потому что мокрый у вас сердце, правый, потому что электрическая цепь. Электрическая цепь, кто не слышал, поднимите руки. Это по вопросу образования. Вот не усвоили же, так и вы не усвоили. И вы не усвоили. А почему не усвоили? Ну потому что такая система образования. Да бросьте, видимо. Просто учиться надо. Дело то, что я все время говорю, потому что ты сватываешь на литой, есть еще одна история, которая называется у студентов оловянная попа, простите за мой русский. Еще требуется усидчивость определенная, понимаете? Если вам что-то легко дается, от вас больше требуется. И вот эта усидчивость, она тоже предполагает. Или не так? Усидчивость предполагается. Усидчивость предполагается, да. И надо, чтобы ваш ребенок, уже идя в школу, знал, что надо трудиться. Это я согласна. А с чем вы не согласны? Значит, эмоциональный интеллект, мы выяснили, что это не ноу-хау. 62-63 год. Главное, читайте. Ленинградская психологическая школа, читайте. Надо просто читать. Много читать и много знать. Понимаете? И главная операция научное исследование. Не говорить вообще. Значит, усидчивость мы согласились. Усидчивость воспитывается с рождения, как он родился. Он должен быть усидчивым уже. Потому что, ну что он трудится, согласны? Это я согласна. А ты в чем школа сейчас неправа? Вот смотрите, в том, что у нас сейчас начинается уже дискуссия. Коллеги, давайте я просто второй вопрос закончу. Давайте у нас просто лимит есть времени. Девушка, Софья, да. От детей интересно. Давайте от детей. Дети наши готовы вот участвовать, например, в формировании каких-то новых форматов обучения, которые повысят их же вовлеченность. Предложите, сразу сходу предложите. Как вам обращаются помимо отчества? Мария. Можно Мария. Просто Мария. Вот просто вы скажите мне, пожалуйста, какие вы сходу мне сейчас новые формы обучения можете предложить, которые поддержат ваши дети? Ну, например, какие-то тренинговые форматы, лечения. Они же новые, что ли? Они новые, что ли, эти формы? Они же не используются. Вопрос, они должны использоваться опять же к месту и ко времени. К месту и ко времени. Вы тренируете, когда у вас уже что-то уже есть. И вы просто это самое, что у вас есть, вы его увеличиваете, нарабатываете. По-другому не бывает. Ну, я просто так и не так. Вот вы узнали, и дальше вы начинаете тренировать этот самый. Ну, и так. А что же у вас? Ну, просто тренинговые форматы это когда люди сначала проходят через опыт, а потом закрепляют это знание. Это спорно. Это было спорно всегда. Потому что этот спор, который ведется с момента, как ведется человек. Что первично, что вторично. Ладно? Дальше пошли. Да. Софья. Софья Алексеева, Рамберный сервис. Вопрос касательно образовательных кредитов. Вот почему вообще был перенесен срок возобновления выдачи кредитов на 1 декабря? И какова доля студентов, которые, по вашим оценкам, получат такие кредиты в 2019 году? Я готова займать вопрос вам ответить по одной простой причине. А? Что? Нет, ну почему не к нам? Просто сейчас Министерство образования высшей школы, оно уже берет на себя продолжение этой темы. Но тогда, когда мы встречались в прошлый раз, я говорила, что перенос действительно на 1 декабря, и мы посмотрим уже к 1 декабря, точно вам скажем, какой процент уже с коллегами с нашими может еще. Да, спасибо. Заключающий вопрос. Да, можно про детей. Да, про детей. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Меня зовут Александр Шумельков. Я папа двойняшек, двух девочек, им 3,5 года. Они сейчас ходят в детский сад и ходили в ГКП. Я очень благодарен системе, то, что это и работает. В Москве все прекрасно, спасибо. У меня есть опасения и страхи перед школой. На моей работе коллеги говорят, что кто, у кого первоклассники, сложные учебники, ошибки в учебниках, очень трудно подобрать, договориться с директором, правильная школа, неправильная школа, очереди, какие-то специальные там по слухам. Мой вопрос. У меня есть страх. Пожалуйста, подскажите, убедите меня, что через 4 года все будет хорошо. Он, вопрос такой немножко эмоциональный и можно только психоаналитику сказать. Спасибо большое, что вы действительно 3-5 года, тем более две очаровательные двойняшки. Каждый волнуется, когда ребенок пойдет в школу. Это нельзя не волноваться, это ужасно страшно. Что я хочу вам посоветовать? Во-первых, не бояться, во-вторых, вы знаете, что вы, если технически подходить к вопросу, то пирс мы с вами впереди планеты всей. Это 4 класс начальной школы, окончание начальной школы. Но самое главное здесь, чтобы вас был замечательный учитель, который встретит вас 1 сентября ровно через 4 года, когда 4-3,5, когда вы придете в школу. И вот здесь мы опять возвращаемся к первому источнику, это к учителю. И очень важно, чтобы вы попали к тому учителю, который приведет ваших девочек в школу и не с этой школы полетать. Вот мой ответ на вопрос. Бояться не надо. Я знаю родителей, даже смотрят не школу в начале классов, а ищут учителей. И это абсолютно правильно подходит. Завершающий вопрос на телевизионных коллег НТВ. Наверное, хотел очень сильно. Вот вы, да. Вопрос будет касаться школьных рабочих тетрадей. В данный момент по другому адресу проходит круглый стол как раз по важности и нужности и целесообразности этих школьных тетрадей. Были ли они отменены? Можно ли вообще их чем-то заменить? И что дальше с этим будет? Для меня, конечно, если честно, не очень понятна дискуссия по школьным тетрадам. До конца чтобы было понятно. Есть предметы, в которых они действительно на подспоре большие. Да? Большое подспорье. Они у нас в федеральный перечень на сегодняшний день не входят в школьные тетрады. Это вот главная проблема. Вы просто понимаете, что есть федеральный перечень учебных, он значительный 1376, которые покупаются регионам и отдаются в школе бесплатные дети. Есть то, что не входит в федеральный перечень пособие и тетради, которые покупаются родители. Вот здесь я всегда исхожу из целесообразности. Если тетрадь помогает вашему ребенку в одевании того или иного предмета, ради бога, пускай он вас будет. Она не помогает. Вот зачем она, я не знаю. Понимаете? Поэтому дискуссия я периодически слышу в разных регионах, просто если спросить вопрос, вот для чего, допустим, для чего-то вот эта тетрадь мне нужна. Вот я считаю, что вот по этому предмету это правильно. Потом я так понимаю, что родители в общем могут влиять и даже не влиять в вопрос школьных цитров или они так. Я знаю, что это происходит везде практически. Спасибо. Спасибо, говорим, Ольга Юрьевна. Спасибо, коллеги. Приходите к нам еще. Всегда очень рады вас видеть. Спасибо. Спасибо.